Всем привет, дорогие жители Урала, дорогие жители города Магнитогорска и Магнитогорского одномандатного избирательного округа, а также все те люди, которые следят за нашей деятельностью. Сегодня хотелось бы представить вам кандидата в депутаты Государственной Думы по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу Рустамова Емара. Сегодня 19 сентября в вашем регионе состоятся выборы. Хотелось бы максимально вашу поддержку, максимально вашу активность. На данный момент, к сожалению, регион крайне проблемный, хоть многие люди, которые находятся сейчас у власти, они утверждают, что в принципе сильный прогресс, что все идет, идем вперед самимильными шагами. Но, к сожалению, изучили мы активно темы, изучили активную ситуацию в регионе, и подавляющее большинство из того, что описывается в отчетах и выступлениях, это, к огромному сожалению, не так. Зависит только от нас с вами, какая будет дальнейшая жизнь в вашем регионе, как минимум в ближайшие несколько лет. Пожалуйста, сделайте свой грамотный выбор. Два года назад мы уже сделали большое дело. Выиграли выборы, тогда это были выборы в Мосгордуму, Максимов Виктор Валерьевич. На данный момент уже два года исполняет свои обязанности. Хотелось бы представить, так же кандидата я вам представил, а также моего близкого друга Николая Владимировича Буськова, который вам известен по своим стихозлотворениям, которые активно публикуются на его канале, а также на нескольких других каналах. И дать ему пару слов. Ну, спасибо, Глеб Юрьевич, что ты меня так возвысил. Здравствуйте, дорогие магнитогорцы, здравствуйте, товарищи. Значит, я не уверен, к сожалению, в отличие от Глеба, что мое говно-творчество хорошо известно в вашем городе, хотя с удовольствием и, разумеется, совершенно бесплатно с вами им поделюсь, но сейчас хотелось бы сказать не об этом и не в стихах, а в прозе. Вы, наверное, думаете, вот зачем нам вот этот вот заезжий варяг из Москвы и так далее. Глеб тоже москвич, но я не москвич по рождению, я из такого же сурового края, как вы, а в чем-то может быть и суровее. Я Архангел Огородец, если вам это говорит о чем-то. То есть из славного города Архангельска, из столицы Русского Севера. Поэтому послушайте, пожалуйста. Так вот, подумайте о том, хорошо, вы выберете местного, а местный по определению связан с властями. Сможет ли он жестко, часто придется очень жестко, за вас вступаться и решать какие-то ваши проблемы там, где нужно будет, что называется, говорить с властью на повышенных тонах? Ну, согласитесь, вряд ли. То есть с местным власть быстрее договорится. Эльмар в этом смысле человек честный, неподкупный, но я его знаю, уже не первый год, что это называется. И второй момент. Давайте думать вот о чем. Вы будете голосовать не за кандидата на должность завода, не за мэра, не за губернатора Челябинской области, а за одного из депутатов в перспективе Государственной Думы. Что такое депутат Государственной Думы? Это человек, который не единолично принимает решения, а является частью некой команды. Соответственно, логично, если Эльмар выдвинут КПРФ, то главный его конкурент будет выдвинут партией власти, Единой России. Каким бы хорошим человеком он ни был, задумайтесь, сможет он идти вопреки той партии, которая его выдвинула, благодаря которой он изберется, и в составе фракции которой он будет работать? Ну, по-моему, ответ очевиден. Вот, пожалуйста, чисто с прагматических позиций думайте, когда будете ставить галочку в бюллетене. Уважаемые товарищи, дорогие жители Челябинской области, магнитогорцы. По-моему, очень правильно, что я в этом обращении выступаю не один. Я тем самым хотел бы показать вам и, наверное, доказать вам, что идет не кандидат от КПРФ, от Трудовой России, Эльмар Рустамов, то есть я, магнитогорский одномандатный округ. Идет команда. Команда людей неравнодушных, которых, конечно, не устраивает тот разор, который учинил правящий режим в нашей несчастной стране. Они категорически против 30-летнего развала, 30-летнего разбоя, который мы сегодня наблюдаем, продолжения либеральных рыночных реформ, добивания нашего здравоохранения, нашего образования. И в данном случае, поддержав мою кандидатуру, вы поддержите ту линию сопротивления, которая жила, живет и будет жить на протяжении всех этих лет, линию сопротивления капитализму в России, капитализации нашей страны. Чтобы наша страна не оказалась на задворках мировой цивилизации, а выступила в авангарде, как это было в 20 веке, когда мы были союзом советских социалистических республик. Поэтому хотелось бы обратиться к вам в надежде найти с вашей стороны поддержку, понимание. Я открыт для вас, открыт для ваших наказов. Команда КПРФ, Трудовой России и всех неравнодушных коммунистов и беспартийных ждет вашей поддержки и вашего понимающего слова. Друзья, хотелось бы добавить, что мы с вами 24 на 7. Все свои контакты я ни от кого не скрываюсь абсолютно. Соцсети, Инстаграмы, Ватсапы, Вайберы, номер телефона. Все есть в открытом доступе. 24 на 7 вы можете со мной лично связаться. Спасибо вам огромное за просмотр. И пожалуйста, если у вас есть хоть немножко времени, проанализируйте нашу деятельность, проанализируйте те выборы, которые были. Люди обычно все видят. Видят, кто много болтает, кто делает, кто и болтает, и делает. По крайней мере, основное, чтобы результат был. И чтобы тот бардак, в принципе, и тот проблемный действительно регион, он хоть немножко процветал. И вот эту вот программу, которую обычно пишут перед каждыми выборами, я не говорю сейчас конкретно о единой России. Это касается абсолютно подавляющее большинство партий и кандидатов. Экологию, которую там обещали у вас наладить, и продолжает он оставаться в десятке, если не в пятерке, самых загазованных регионов России. И цены на жилье, которые растут, непорятно почему, хотя работу на металлургическом комбинате, в принципе, вакансии сокращают. И так далее, и так далее, и так далее. А у тех людей, которые сидят регулярно у власти, программа одна и та же. Экология, детские сады, развитие спорта. У нас все намного проще и прозаичнее. 24 на 7 мы на связи, поступают обращения, они уже, поверьте, поступают от жителей Урала. Соответственно, мы первыми бежим на помощь. Пока это дистанционно происходит, но я надеюсь, в самое ближайшее время это будет происходить уже непосредственно в регионе. Мы будем этим заниматься, не покладая рук. И в приоритете у нас действительно то, чтобы людям было хорошо. Спасибо вам огромное за просмотр. Здоровья вам, вашим детям. И, пожалуйста, подумайте.